Всем привет! Сегодня мы специально для видео записались в крупнейший фудбанк в Торонто. Сейчас покажем, что как здесь работает. Короче так, записываться нужно заранее, чтобы прийти и пособирать продукты, которые вам нужны, как в магазине. Но это будет за специальные поинты. Я записалась за две недели. Сегодня у нас 18 мая, и две недели назад на сегодня было ближайшее время. Сейчас мы пришли, показали наш номерочек, сказали на какое время, нам сказали подождать, нас позовут. Вот здесь прям на входе вы можете зарегистрироваться и найти свободные даты. Вот сегодня нам сказали, что до конца месяца уже нет свободных дат. Здесь вот есть небольшая кухонка, где вы можете себе сделать чай, кофе, вот так. Что-то разогреть, потому что они иногда дают какие-то милы, насколько мы знаем. И вот так это все здесь и выглядит. Видите, то, что вы берете фри, не выставляете на стил, знаете, что они рахуют вам. Они же, вы мову знаете? Ну так. Потому что они, те, кто не знает милы, они так дурак. Я что-то не делала, я им разогреть. Но помните, что фри на стил не ставите. То запомните на все. Ну, как когда попадает, какая. Так что они тут все разные. Кто себе додому что-то хочет красить, то они все рахуют. Все ушли, да? Там есть и височки такие, и рукавицы есть фри, и тусосори, и помидорки есть фри, такие закрученные. Так что он все берет. Вот все пригодит. Спасибо. Вот сидит человек и проверяет, записаны вы или нет. А вот там уже, собственно, и футбан. Вот вам дают вот такой билетик. Здесь написано количество человек, а здесь поинты. За эти поинты вы как бы покупаете продукцию. Вот поинты. А это сколько количества можно брать на один билетик. Вот. Вот смотрите, например, пачка помидор за 3 поинта. Лимит 1 штука. Вот лук, к примеру, без поинтов за бесплатно. Цукини 1 поинт за 1 штуку. Морковка 10 штук за 1 поинт. Ну, морковка так себе. Это что-то непонятное. А тут цветная необычная капуста. Но на нее ценника как-то нет. Картошка вот тоже без поинтов за бесплатно. 20 штучек на одного человека. Так. Здесь у нас крупы, макароны. Мы берем рис. Рис у нас 1 штука за 1 поинт. Лимит 2. Вот пачки овсянки, которые запариваются водой. 1 поинт за такой мешочек. Всякие лепешки. Тоже 1 поинт за пачку. Здесь хлеба. Всякие завтраки. Одна штука за 3 поинта. Так. Идем дальше. Вот еще есть стенды. Что здесь? Посмотрим. Так. Здесь у нас есть капсулы для кофе. Они 3 поинта. Мандарины маринованные. Какой-то веганский соус. Наверное, для салатов. Здесь что? Ананас. Можно взять еще ананас. Молоко. Такие... Это желе вроде. Разные. Бульон. Вот эти штуки. Это нужно, по-моему, молоком или маслом разводить. И делать такие печеньки. Это, короче, уже не готовые печеньки, а смесь для них. Вот это, я так понимаю, тоже смесь. Тут у нас какая-то сальса. Томатный сомыс какой-то. Что здесь? А тут уже вот можно взять какие-то крекеры, типа, покушать. Кукурузка. Кукуруза у нас за 1 поинт. Крекеры за 3 поинта. Вот есть что-то попить интересное. Лимонное. За 1 поинт 1 штука, а не мере 2. Какие-то специи. Еще вкуснятия, типа, какие-то. Это, это я не знаю, что. Даже не понимаю, на что похоже. Вот также здесь есть йогурты. Вот 4 штучки за 1 поинт. Лимит 1. Одна пачка 4 штучки. Яйца 10 штук за 2 поинта. Так, разное молоко. Здесь еще. Вот такое молоко за 1 поинт. Лимит 2 штуки. Какая-то готовая еда. Какое-то масло. Что тут еще есть? Такое еще молоко есть. Тофу. Так, а там холодильник с типа мясом. Так, вот холодильник с мясом. Здесь, а не только мясо. Это для смузи кусочки. Мясо замороженное. Какие-то колбаски. Тут какая-то колбаса халяльная. Половинки курицы. Или это? Это 2 окорочка. И это все. Вот это за 3 поинта. Все по 3 поинта. А заморозка для смузи 4 поинта за штуку. Это 2 поинта. Вот, кстати, еще можно взять лосось. За 1 почку 5 поинтов. Вот, смотрите. Пенат баттера. Рассисовая паста. Одна штука за 1 поинт. Мивина. Две штуки за 1 поинт. А она вся острая. Я там, короче, уже не снимала, потому что было не очень удобно. Как это все происходит? Вы выставляете все, что вы набрали на стол. Дальше проверяет все продукты и считает, на сколько поинтов вы набрали сотрудник этого центра. Говорит, на сколько поинтов вы набрали. Если это больше, то вам нужно что-то выложить. Если это меньше, то вы можете еще что-то добрать на эти поинты. На этом все. Вы выходите и все, что вы взяли, это ваше. Так, делаем обзор, что мы взяли. Мы взяли молоко. Взяли помидоры. Взяли яйца маленькие. Яйца большие. Две медины нашли. Не острые. Взяли 4 йогурта. Вот этот микс. Это детские пюрешки. Я их люблю. Они за бесплатно были. Кукуруза. Мандарины. Мясо. Два окорочка. Это микс каких-то специй. Взяли две пачки макарон, потому что мы любим пасту. И еще пачка помидор. Мисочек такой картошки. Картошка за бесплатно. Пачку риса. И два вот таких вот лимонада, напитка. Такое. У вас здесь есть большая парковка. Места почти все заняты. Вот здание, где находится. Такое выглядит как промышленное. Это адрес 191 Нью Торонто Стрит вроде. Называется Дэйли Брэд. И вот, как видите, машинки здесь не самые старенькие. Приезжают за продуктами все. Короче, как вы поняли, прийти сюда может абсолютно кто угодно. Главное зарегистрироваться и забронировать время, когда вы придете. Также здесь еще можно прийти как в Волкин. Приходишь и сразу забираешь. Это воскресенье-понедельник. Вы просто приходите в любое время. Стоите в очереди. Тоже важно быть зарегистрированным. Подходите. Вам дают какую-то бумажку. Эту бумажку вы потом даете какому-то тете или дяде. И вам выносят уже такой паек. Они сами собирают. И выносят вам. То есть не выбираете, как, например, мы сегодня. На сегодня все. Надеюсь, кому-то это видео было полезным. Кому-то просто интересным. Подписывайтесь. Ставьте лайки. Мне будет очень приятно. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok